Ну что, добрый-добрый-добрый день всем, кто к нам присоединился. Начинаем игровой день G&D MLG Pro League. Первый сезон, сегодня куча интересных матчей. На повестке дня у нас MVP Phoenix против команды Rave. На данном этапе у команды MVP Phoenix уже в пике имеется Leon, Beastmaster, Lycan и Quappa. Для команды Rave первым пиком залетел Storm Spirit, Tidehunter и Vengeful Spirit в роли саппорта у нас тоже для Team Rave. Ну, команда Rave решила избавиться от Enigme, Бэтрайдера, Антимага и Тролля. Phoenix решили избавиться от Чена, Акса, от Дроу Рейнджер и также от Джаггернаута. Немножко странен у меня бан Антимага и Дроу Рейнджер, но тут же сугубо индивидуальные баны, я думаю, против команды конкретно. Джио на Дроу Рейнджер нормально настреливал и, по-моему, совсем недавно команду Invasion наказывал именно данным персонажем. Ну, MVP Phoenix все это прекрасно понимают. У команды Rave, Witch Doctor, Tidehunter и плюс Vengeful Spirit, я так понимаю, какая-то стратегия вырисовывается в плане масс ультов серьезных. Плюс Шторм неуловимый, если он будет, конечно же, неуловимым. Но MVP Phoenix решили избавиться от такого персонажа, как Снайпер. Шторм наверняка у нас пойдет в мид, Offlane Tidehunter, Wingai и Witch Doctor. Скорее всего, будут в легкой саппортить последнего персонажа, которого вот-вот пикнет команда Rave на повестке пятый бан. Skyrosmaga исключают у нас игроки команды Rave. MVP Phoenix по лайнам, в общем-то, тоже относительно все определили. Нужен последний саппорт для них. Бестмастер в сложную пойдет. Лекан на пару с Леона будет фармить. Возможно, появится какой-то Лесник. Хотя Чена нет, Энигмы уже нет. Будет ли это Коза или... Не знаю, может ли это быть вообще у нас Nature's Profit. Как-то давным-давно исключился он из Бонапиков в Доте. Даже немного удивительно, почему, но исключился. Смотрим. Возможно, это будет лайн саппорт, возможно, это будет кто-то ромящий. Бест наверняка пойдет в сложную, иных вариантов я пока не вижу. Кто бы еще мог отправиться в лес, кроме Инчи? Никто. Шейкер у нас на лайн для Лекана. Ну или он тоже, в общем-то, на саппорте. Для команды Rave осталось выбрать фармящего персонажа, если, опять же, не будет у нас Шторм Спирит в Легкой, а Мид кого-то придумают против Квапы. Ту же Темплар Ассасин или... Ну, Темплар Ассасин, наверное, плохо, потому что Даггер сразу же Рефракшн сбивает. Ну, глянем. Не буду, в принципе, даже гадать. Никакой аналитики тут особенно произвести невозможно. Луна для команды Rave. Все просто. Шторм отправляется в Мид. Луна для Джейо. Каст на Вич Докторе будет саппортить. Также на Винге еще один саппортайт, на котором Райор будет отыгрывать и отправиться у нас в сложную. Ну и Криси на Шторме будет играть в Миде. Еще не пикнул своего героя. Натс на Леоне у нас играет. Марч в сложную на Бестмастере. Кьюо на Лекане. Фени на Квапе в Мид. Кьюо будет на Легкой у нас фармить. Ну и Ациофф на Шейкере. В общем-то все. Так, что нам Кьюо предлагает? Такое нам предлагает Кьюо. Монопул. Монопул смотрится интересно. Давайте на этом скине остановимся. Так, по персонажам в общем-то разобрались. Кто куда отправляется, тоже разобрались. Давайте я вам пару слов скажу по... Хотя нет, будет пауза. Скажу вам по турнирной таблице, как дела обстоят. У Рейв пока дела обстоят неплохо. Они вчера с командой Invasion сражались. Очень серьезно заработали 1 поинт. Ну, Рейв идут ровненько. В общем-то золотая середина. MVP Phoenix тоже. Немного выше команды Рейв. Но у них матчей больше. Там точную статистику. Через 2-3 минуты будет какая-нибудь вменяемая пауза. И покажу вам. Выведу таблицу на экран, чтобы не быть голословным. Команда Рейв уже направилась в свой лес. В четвером райор пошел повардить. Правильно делает. Ганки надо как-то исключать. Так, у нас... В общем-то на рунах, я так понимаю, встреч не будет. Марч здесь в соло вместе с кабаном. Марч сражаться за руну с 3-4 точно не собирается. Опять же, здесь есть НБ, здесь есть Криси. Ну, цеплять есть чем. Криси отправится на мид. У Криси, кстати, много золота он оставил себе. Плюс пробустили его через танго чужие. Будет выход в раннюю банку. У Квапы. У Квапы история не такая. Квапа у нас уходит в легкую. А кто же у нас будет в миде? Неужели Лекан от Кьюо? Да, баунти руну забирает Лекан. И Кьюо у нас будет против Шторма стоять. Это уже занимательно и интересно. У Лекана все, в принципе, для фарма имеется. Щиток есть на подсейв. Есть также Квилинг Блейд, значит, будет добивать. Ну, на танго пробустили. Кьюо тут вообще по факту терпеть должен. Но все зависит от реализации. При ровных руках, а у Криси руки действительно ровные, Лекана можно загнать без вопросов. Хотя и волками тут можно тоже натворить чудес. Опять же, волки на первом левеле не интересуют. У нас Кьюо, он вкачал Хауль, вкачал Импульс, пассивка и Хауль. Без волков. Ну, волки, в принципе, здесь от ремнантов должны рассыпаться. Это тоже прекрасно понимает Кьюо, что на ранних лвелах просто фидить Шторм Спирита волками. Это было бы, как минимум, нелепо. Тем более, откат у них и монопул серьезный требует. Так, у Луны, тем временем, на нижнем лайне, Ринг оф Протекшн имеется, будет выход в Аквилу, Джио, ну все по гайду. У Вич Доктора ничего интересного нет, сапога нет. Винга у нас вардами, девардингами, ну и смок приобрела. Надеемся на ранний смок ганг от Винги. В общем-то, зачем она еще нужна? Тайтхантер здесь явно будет терпеть. Во-первых, рейнджевой фармящий персонаж Квин оф Пейн. И, во-вторых, Леон с двумя дизейблами. Со станом, точнее, с одним дизейблом. Над здесь жизни Тайтхантеру давать не должен вообще. Бистмастер куда направился? С двумя кабанами бист, куда же ты собираешься? Так, у нас здесь на Криси выход. Как я понимаю, да, Шейкер его уже продумажил. Кьюо гонит у нас Криси. У Криси есть мана. Матш заходит в спину. Кабаном цепляют Криси. Фиссурой закрыли. Криси приплыл. Первый фраг для оффлейнера команды MVP. А именно для матча. Кьюо тоже поднимает нормально по левелу. Кьюо здесь очень сильно битый, но живой. А Шторм отваливается у команды Рейф. И 1-0 в пользу команды MVP. Начинается этот матч. 500 по голде уже MVP впереди. Хотя видим, что Рейф фармили получше. Но здесь Рейф фармили получше. Даже непонятно, почему Рейф фармили получше. НБ у нас практически без фарма. Видимо, все сконцентрировано в луне. Ну, хотя, с другой стороны, да, и у Криси дела были до смерти получше, чем у Кьюо. Потому что Кьюо 3 минуты стоял. Он был на лайне без Криси и еле-еле догнал его по крипстатам. 1-0. Впереди команда MVP. Бестмастер уходит, хилиться на базу. Нормально. Бестмастер наполучал. На базу самое время. У Криси уже имеется Боттл. Еще и Танго отправил в стэш чужой. Зачем он вообще тебе нужен был? У НБ. У НБ пока тоже фарм постепенно, но протекает. Дабл-отводы. В общем-то, Венжи Фулл Спирит хотя бы медальонно собирать к минуте 5-6 должна. Появляется у Бестмастера Транквилы. Что у Марша? 2-0, но у Марша Ферсблад. Вот вам и Транквилы. Все, в общем-то, понятно. У Тайт Хантера пока просто сапог и просто вся ерунда на подхил. Как дело у Фени происходит? У Фени есть базилка. Базилка на Квапу. Весело. Зацепили у нас Райора. Прилетает сюда Фени. Нож в спину уже для Райора. Еще и Хекс. Надо бежать и бить, бить и бежать. Фессура. Отличная фессура от Ациофа. Во-первых, на его счету действительно больше на его счету фраг в мини на Шторме. Теперь и Тайт Хантера подстопил, потому что кто знает, уходил ли Тайт или не уходил здесь, непонятно. В принципе, у него-то Кракеншелл был. Что-то заявить он мог в плане демеджа. Опять Ациоф у нас решил напрячь немножко Райора. Ну, на этот раз он немного по своего вес сыграл. И это правильно. Два раза умирать в абсолютно идентичной манере. Это, конечно, нелепо для профессиональных дотеров. Один раз наказали. Теперь Райор будет играть более безопасно. Каст вышел на мид. Куда отправился у нас Шторм? Шторм у нас руну хосты забрал. В легкой. У Луны 25 на 16. Уже есть Power Threads. И на руках практически собранная базилка. О, Криси начинает получать от волков. Шестого левела нет. Но Криси на хосте. Можно попробовать побегать. Так, здесь каст приходит. Весуру ловит Криси. Криси никуда со своей хостой деться не может. Криси опять отваливается. Ну, игра немного быковатая. Со стороны Криси. Видишь, Доктор, правда, забирает у нас Ликана. Дотикал Ликан. Ну, понятно, что не без помощи НБ. Здесь НБ может встрять. Кабан пошел настреливать. У НБ очень маленький мувспид. 275. Даже у Шейкера тут посерьезнее дела обстоят. Ну, Кабан вроде бы и бежит. Но НБ, скорее всего, отсюда уходит. Тем более, Кабан уже дотикал. Заканчивается его время существования. Венжфул Спирит вместе с Вичдоктором забрали фраг в миде. МВП пока все равно. 3-1 идут. МВП чувствует себя поувереннее. Криси умирал уже дважды. Один раз умирало сложно. Кюо провязал ульту. Через Шейпшифт надо гнать Криси. Опять фиссуру Криси ловит. Кюо здесь поймали. Кюо прокляли. Еще один удар. Ну, Кюо должен дотикать. Отпивается у нас Лекан. Возможно, выживет. Есть еще заряды в банке. Ну, по КД нормально по таймингу все делает. Кюо выживает. Правда, очень сильно битый. Отправляется у нас на фонтан Кюо. 1-3 счет. Графики немного, но впереди команда МВП по золоту. По экспириенсу рейвы повыше. У Криси 33 на 0. 38 на 27 у Луны. Посмотрите просто на показатель добитых крипов. Я имею ввиду заденайных своих крипов. 38 на 29. Джио скоро заденайных будет иметь столько же, сколько добитых. Хотя добивать, я вижу, Джио не очень хорошо получается. При том, что постоянно пушит лайн, постоянно бьет крипов. Не стоит, не клацает эс, не стопит, не просто не стоит, не ждет. Все время пушит, пушит, пушит. И при этом умудряется 40 на 29 держать. Ну, 75% добитых крипов заденайных. Это, конечно, невероятно крутой показатель. Ничего вообще подобного я не наблюдал долгое время. 41 на 29. Ну, Джио тут свое вывести точно должен. Никто ему не мешает. Бесмастер помочь, не помочь, а помешать у нас Луне не может. Наконец-то пришел Шейкер, возможно, поможет Бесмастеру. Но тоже сомнительная ситуация. У Луны уже есть 6-й левел. Можно вдвоем подойти и рассыпаться просто на ровном месте. Понятно, что Люсен Бим у 7-й левел. Уже у Луны 4-й Люсен Бим. И понятно, что с Эклипсом тут дела плохи. Играться с Луной в обычные игры нельзя. Надо как-то стопить и что-то делать более вменяемое, чем одна фиссура. Разумеется, надо ждать Праймал Рор от Марча. Но сколько его ждать при таком-то количестве фарма 6 на 0 по крипам непонятно. На миде у нас какая-то заварушка. Здесь собрание. Так, врывается у нас Крисина Натса. Натс очень сильно проседает по ХП. Скорее всего, умирает. Погибает Натс. Кьюо получает стан. Но волки должны НБ доесть. Нет, волки никому ничего не должны. Да, бежит у нас еще один волк. Да и дает НБ просто на последний тик. Феня отправляет у нас в таверну Штарма через Соник Вейв. Ну, в итоге 2 в 2 подрались. Посмотрите на количество ХП Ликана. Опять под проклятием Вич Доктора. Какого левела? Третьего левела, Маледикт. У Вич Доктора понятно, почему Кьюо так сыпется. Крутой, в принципе, скилл билд у нас у Вич Доктора. Просто на драке массовой. Никакого пока буду Ресторейшн не имеется. Имеется третье проклятие. Оно, как вы видите, невероятно напрягает мидера команды MVP. Ну что, счет 3-5. Впереди команда MVP Феникс по золоту. MVP выигрывают немного, 750+. По экспириенсу менее 200. Значит, ничего. У Райора 8 на 1. Наконец-то оставили в покое оффлейнера команды Рейв. Можно хотя бы что-то подфармить. 907 на руках. Скоро должны появиться Арканы. Я думаю, Райор именно в них пойдет. А уже после мы увидим с вами Даггер. Пока что масс-файты и без него могут быть. У Джио Эклипс имеется. Имеется четвертый Люсен Бим. В общем-то, если толпой влетят, можно будет драться. Люсен Бим включай. А там хоть в Фиссуре стой. Хоть под Эхо Слем. Попадай хоть в Праймал Рор. Влетай. Вообще без разницы для Джио. Где у нас еще умудряется Тайт Хантер по ХП проседать? А, здесь Квапа пришла. Ножами разбрасывается. Плюс Натс. Ну, понятно. Без МП, без ХП у нас Тайт Хантер. Во-первых, нормально насасывает у нас Леон. Во-вторых, Квапа все время по КД харасит ножом. Скримов Пейн. Ну, здесь Райору вполне хватает. Выход у нас под Смоком. Я так понимаю, на сложную. Скорее всего, НБ, Каст и Криси бегут у нас. Заходят в спинную марш. У марша шестой левел имеется. Если он будет сейчас тратить в Джио свой шестой левел, то ему полные тапки. НБ у нас просветил. Вэп оф террор. Криси врывается. Марш успел крикнуть в Криси. Натс приходит сюда. И вот о чем я говорю. Под Экликсом. Просто на куски разрывает у нас Леона. В это время умирает на сложной Тайт Хантер. Ну, разменяли сложную на сложную. Тауэр тоже падает здесь, падает там. Не имеется глифа у команды Рейв. А у МВП глиф имеется надо проюзать. Почему нет? Да. Все-таки проюзали на последних секундах. Но здесь, я думаю, Джио вышку доковыряет. Потому что никто не собирается ее дефать. У Луны. Две тысячи на руках. Мордип маск. И есть уже Пауэр Трэдс. Мом. Никакой не доминатор для Джио. Мом. Собирает у нас Луна. Новая эпоха Луны началась. Такого я еще не видел. Мом на Луне. Может быть, мало комментирую. Может, мало знаю о Доте. Но Мом на Луне это что-то для меня новое. У Криси тем временем имеется уже Робов Зе Мэджик. Есть Нул Талисман. Есть Сол Ринг. Я думаю, после Сол Ринга Криси наверняка пойдет у нас в Оркит. Дальше уже увидим Бладстон. Ну, Робов Зе Мэджик. В общем-то, туда. Хотя и в Пауэр Трэдс тоже смело можно впихнуть сей артефакт. У Натса тем временем 113 на руках. Ничего нет. Тапок хоть как-то насобирал у нас Натс. У Марша Транквилы имеются. Так, Отцов у нас уже по чужим лесам. Начал гулять. Ничего, Отцов не боится у него. 0.04. Луне прилетел Мом. Мы это видели. У Шейкера остается всего-то 700 до Даггера. Это где-то минутик 15 будет Даггер. Что у нас у Тайтхантера? У Тайтхантера до Даггера остается столько, сколько Даггер этот стоит. Ну, 220 только на руках. Короче говоря, Райору фармить и фармить еще. Давайте Нетворсы переключим. То, что по Крипстату команда Рейв впереди. Вы это прекрасно видите. Это все, в общем-то, позволяет команде Рейв держаться на плаву. У МВП по Экспириенсу преимущество. Ну, МВП и по Золоту преимущество. Но Рейв два первых места по Криппам заняли. Фенни у нас здесь развалил кого? Давайте посмотрим. Тайтхантер у нас здесь решил подфармить Эншентов. И тут откуда ни возьмись. Крик. Скрим оф Пейнт. Соник Вейв. Бедный Тайтхантер. Не дали бомжу забрать своих Эншентов. Тайтхантер у нас опять практически без денег. Кстати, Тайт решил пойти в Мекку. Хедреска уже у него собрана. То, что на Эншентах насуетил, сразу же вложил в Хедрес. И это верно, потому что потерял бы сейчас уйму денег, да и времени. Но время он уже в любом случае потерял. У Ликана опять нет ХП. Но это после Рошана у нас вышел Ликан. Под медальоном спокойненько забрал. Есть уже Владмир. И имеется Пауэр Трэдс. Ликан, в общем-то, нормально. Для драки у нас может быть полезным Райор. Здесь у Райора есть Рэвидж. Волки с одного Энкер Смэша разваливаются. Какого левела волки? Четвертого левела. Разваливаются у нас волки. Так, на миде заварушка сейчас, я думаю, захлебнется. Да, расходятся у нас команды. Давайте глянем, кто что по золоту смог насобирать. У Джио первое место. 6. 300. У Джио и практически уже собранная Яша. Это все после Момо, все после Пауэр Трэдс и Аквилы. Джио два фрага у нас имеет. И по крипам мы видели на первом месте. На втором месте у нас Квин оф Пейн. Обливент Став появляется у Фени. Есть также Пауэр Трэдс. 4.1.0. Фени пока поувереннее дерется. Ну что, у нас врыв куда-то, да? Где Шторм? Где Шторм? Шторм у нас просто летает. Шторм у нас убегал. Потому что здесь сразу три игрока команды MVP были. Но они здесь и остаются. Подходит Леон. Дезвард стоит в Кью офис. Сурой очень неудачно. Шейкер закрыл своего же тиммейта. Но здесь встает без ульты у нас Ликан. Надо его сейвить, потому что развалят. Но Луна тут сама решила разобраться. Бежит у нас Джио. Джио разваливает у нас Кью. Кью отлетает уже. Влетает Криси. Натс очень сильно надамаженный. Также Мардж очень сильно надамаженный. Каски летают. Но у Марджа надо попытаться зацепить. Засловили его. Криси бежит еще. Свап от Венги. Марша 100% не отпускают. Кричать у нас собирался Ликан. На кого-то... А нет, не кричать. Топоры перед смертью. Хотел у нас сдать Ликан. В итоге 3 в 2 подрались. 8-10. Правда, выкупалась Венга. Но это вообще не в счет. Венга создана для того, чтобы умирать и выкупаться. В файте, кстати, НБ все-таки участие свое принял. Марша свапнул. Это было полезно для его тимы. 3-3 по факту подрались. Правда, НБ потерял хоть и немного, но все-таки больше золота, чем от одной смерти. У Криси уже появляется обливинстав. 1200 имеется на руках. Леон выходит у нас на Криси. Будет сейчас подкоп. Волками надо пытаться сгрызать Криси. У Криси мана на боллайтнинге есть. Но Сайленс. Откуда Сайленс? У кого? У Квапы. Уже орки появляются у нас у Фени. Высвапывают Криси. Криси на фуллману отсюда летит. Кио вроде под Люсинбимом. Притормозили его, но Криси здесь развалится. Нет, на Глиф залетает Криси. Непонятно, как его доставать. Криси еще сверху. Немножко подстопил. Все очень интересно. Но здесь Джио постепенно разваливается. Тотем и по горбу Луне. Просто сбил ее с ее волка, на котором она сидит. Или кто там? Кошка, тигр, пантера. Короче говоря, Луна грибла по первое число. Врывается у нас Ациоф еще один тотем по касту. Ациоф ловит у нас Гаш, но готов драться дальше. Каст, Пой кое-как себя выхиливает. Еще один тотем. И это киллинг спри от Ациофа. Пока что Шейкер просто он фаер. Это действительно приятно наблюдать. Криси ловит у нас Кио. Он наконец-то отомстил за эту погоню. Криси выхилился и отправился на мид разваливать мидера команды MVP. Три в три подрались, да? Не знаю. Может быть по 12-3. Да, там разница была по-моему 8-9, если я не ошибаюсь, был счет. Теперь 12-13, значит 4 в 4. Но Ациоф у нас не умер, правильно? Нет, Ациоф у нас не умер. Ациоф заработал Staff of Visadry в этом файте. Еще и тут на сдачу купил всяких приколюх по типу смоков и портала. Ну, хорошо. Прекрасно Ациоф. Действительно прекрасно сыграл в этом моменте. Врывается у нас Фени. Сайенс пошел в Криси. Finger of Death в откате. Но здесь есть Sonic Way. Finger of Death можно оставить на потом. Квапа очень классно отыгрывает. 7 на 2 у нас счет у Фени. Но Фени у нас керри в команде MVP. Он так и должен играть. Ему действительно придется сражаться против Джейо. Опять же, не знаю по шансам ли сражаться против расфармленной Луны. Квапе, когда у Луны появляется Black King Bar, что будет делать Квапа непонятно, кроме как Blink Out. Но если Квапа впрыгнет, то действительно может быть беда для Луны. Даже в фулл-раскаст Луну не особо трогает. Чуть-чуть попозже появятся Сатаники, появится Манта Стайл. По поста там Джейо у нас проседать не должен. Ну что, по Нетворцу Джейо по-прежнему держится на первом месте. У него 8000 нафармленных. По Крипстату тоже у него все хорошо. 99 на 31. Немножко остановился он в вопросе Дэная. Но это уже понятно. 17-ая минута и бегает по лайнам у нас. Джейо, если бы он на всех лайнах ходил Дэная, непонятно, кто тогда фармить будет. Луна забирает второй Тауэр для себя. И это второй Тауэр вообще для команды Рейв. У Джейо 1100 на руках. Появляется Огур Клаб, но это точно не Сэн Джин Яша, потому что было бы немного нелепо против Квапы с Оркидом собирать Сэн Джин Яшу. Джейо таким образом стал бы бесполезным. Ждем появления Митрил Хаммера, ждем Блейк Кинг Бар. Тогда, я думаю, тогда уже Джейо будет вступать в файты. Если, конечно, файты MVP не навяжут. Ну, то, что данный артефакт нужно нафармить как можно быстрее, это не обсуждается. Кьюо чекает волками, что здесь происходит. Прочекал все потайные места и все кармашки на карте. Кьюо у нас шарит в доте. Волка привязал Криси, просто бегает за спиной, издевается. Кьюо разультился. Пошел врыв каста. Под медальоном каст сыпется просто как глухонемой. Очень сильно наваливает касту. Каст развалился. Реведж от Райора. Налог ЭП от Сеоф. Кьюо тоже не должен отсюда уходить. Свап от НБ. Минус 3 со стороны команды Рейв. Одного Вич Доктора разменяли на Мидера. Разменяли на Ацеофа с Келлинг Спри. И разменяли на Леона. Но невелика потеря в плане Леона. То, что отдали Келлинг Спри, то, что отдали Мидера. Это для Рейв действительно важно. По итогу файта по золоту Рейвы выйдут вперед. Плюс забрали Тауэр. Тауэр я не видел. Луне, наверное, отошел. Да, третий Тауэр для Джейо. Джейо по Нетворсу вообще скоро будет вне зоны досягаемости. 10 тысяч уже у него. Квапа, который идет за ним. Квапа, который хороший. Кда. Квапа. А где квапа у нас умерла? Как так вообще? Что происходит в Доте, пока я отвлекаюсь на Джейо? Квапа у нас умерла вот здесь. Труп мы ее увидели. Давайте посмотрим, как все это было. Криси тоже у нас с Оркедом. Но здесь один в один решили подраться под Оркедами. У Криси дела немного повменяемые. Опять же, Криси влетел на достаточное количество маны. Рассказ свой дал. Так, возвращаемся к игре. Счет 16-15. Квин оф Пейн третий раз умирает. 7-3. Вот постепенно Кда и тухнет у Квин оф Пейн. А у Джейо все хорошо. 3-2-5. Ну, то есть, было до этого не очень по смертям и убийствам. Ну, так Джейо, в общем-то, уверенно себя чувствует. 5 ассистов есть. Главное, что он выфармливает. Главное, что он делает, это выфармливает по крипам все необходимое. Все. Вот, пожалуйста. Блэйкинг Бар на 20-й минуте. Теперь, мне кажется, вопрос Кда для Джейо закрыт. Скорее всего, будет расти количество убийств. Смерти, если и будут, то не в большом количестве. Опять же, при разумных файтах 5 на 5. При файтах 5 на 5 команда Рейв, мне кажется, более перспективной. Только потому, что есть крутые масс ульты. Есть масс ульта Эйдхантера. Разумеется, есть Дезвард Вичдоктора. Он уже начинает у нас выходить в Аганим. Осталось до Аганима 2 300 для каста. И есть масс ульта Луны, которая дамажит невероятно мощной. Плюс, опять же, Луна у нас сама. Ходячий масс ульт. Ходячий масс дэмэдж. За счет Глейвов, за счет Лунар Блэйсинга. Тут дамага влетает невероятно в команду MVP. Ну что? MVP решили выйти на нижний лайн. В пятером они в чужом лесу. Смоук, если у кого-то и будет ли проюзан вообще. Нет, плевали они на смуг, не собираются. Ну что, у нас готовится встреча. НБ увидел у нас Ликана. Свапнули Ликана. Ушел он в волчью форму. Волчья форма отлетает у нас сразу же в таверну. Фенни здесь в сайленс отправил Криси. Наваливает по спине. Криси разваливается. Марш под Глейвами. Как же маршу больно. Фенни улетает. Отсюда трипл килл от Луны. Вот вам ульт Луны. Вот вам масс дэмэдж. Через эклипс, через просто удары, через Глейвы. Луна умудрилась забрать троих. Три в один подрались. Разменяли мидера на мидера. И еще и на оффлейнера вместе с саппортом. Все действительно в пользу команды Рейв. По золоту вы видели. По графикам. Рейв 5+. По экспириенсу тоже 5+. Для Рейв все складывается более чем удачно. Подрались возле Рошана. Значит, можно сразу же на этого парня заходить. И наваливать ему здесь. АЦОВ стоит. Что-то АЦОВ хочет заденать. Что-то АЦОВ хочет придумать. Ничего АЦОВ толком не придумал. Все хилятся. Все дамажат. Хорошо. Рошан падает. Команда MVP только-только в полном составе. Выходит из таверны. Но все это без перспективняк. Никакого шанса за Рошана подраться не было. Они его, собственно, и не искали. Не надо разваливаться в чужом лесу. Тогда с Рошаном вопросы будут попроще. По золоту. Рейв сейчас графики обновятся. Я думаю, 1000 на 7 должны выйти. По экспириенсу примерно та же ерунда будет. Ну вот и у Райора постепенно нарисовался даггер. Это все после Мекки. Райор, в общем-то, все делает относительно по таймингу. При учете того, как сильно его загнобили. Где у нас умер Шейкер? Здесь просто уже на миде Крисе развалил Шейкера. Давайте глянем, как это было. Как у нас умирали коровы. На фулл МП, судя по всему, влетел у нас Шторм. Так, Лайтнинг Сторм. Все. Ациоф пол ХП сразу проседает. Улетает. Отсюда Крисе даже не смотрит, как у нас умирает Шейкер. Очень по-пижонски, но при этом действительно ярко и запоминающийся. Ациоф начинает валиться. И та игра, которую я насыпал комплиментами, постепенно отходит на нет. Потому что Шейкер умирает подряд, по-моему, раз. Да, второй раз и умирает у нас Шейкер. 3-0 шел Ациоф на данном этапе 3-2. И совсем другие ребята выходят у нас на мейн-сцену. Я говорю, конечно же, о Джио. Джио зарабатывает уже себе на Манта Стайл. У него 13 900. За 22 минуты 14 тысяч нормально. Даже для Луны это очень хорошо. Сыпется Т2 по миду. Здесь на топе Фени. Будет ли он лететь сюда, непонятно. Так-то в полном составе команда MVP уже здесь, не считая Аквапы. Кио разультился. Кио бегает. Все это до одного места команде Рейв. Потому что все подхилено. Все рабочие у команды Рейв. Ну что, зацепили у нас наца. Рэвидж пошел от Райора. По Кио наваливает Дезвард. Кио разваливается. Ликан просто бесполезный. Рэвиджем поймали. Зацепили еще одним станом. Все, Криси продолжает у нас валить команду MVP. Шторм забирает еще один фраг. Ациофф ничего не может сделать. 3-3 у него счет. 3-0-7 до недавнего было. Теперь 3-3. Ациофф посыпался. А вместе с ним посыпалась команда MVP. Удачных врывов без удачного использования шейкера невозможно толком. Потому что все взаимозаменяемы. Пик у команды Рейв крутой. На подсейв есть Рэвидж Тайтхантера. На подсейв есть свап от Винги. Здесь БКБ уже есть у Луны. Луна вообще игрок автономия в составе команды Рейв. Джейо здесь сам по себе может драться. И ничего ему за это не будет. А Эгис опять же у него есть. БКБ есть. Манта Стайл есть. Сайленс можно и вейдить. Все, что шейкер за счет Манта Стайла. И все, что шейкер в него будет вливать за счет Блэкинг Бара тоже. Джейо у нас и вейдит. Ну, марш побежал. Тут Квапа просто на крипов кричит. Что еще остается? Сильная женщина плачет у окна. Квапе, конечно, подрезали крылья. И еще Ациофа здесь разваливают у нас очень-очень быстро. Стоит Ремнант, смеется над лужей крови. Даже его не зацепил у нас Ациоф и рассыпался. 3-4. Просто саппорт команды MVP начал валиться. И команда MVP поняла, что что-то не так. И тянуть дальше время нет смысла. Все. Проехали, забыли. Поздравляем Рэйв с победой. Good game well played. Они действительно очень круто реализовали свой пик. Было приятно на это посмотреть. У нас на повестке второй матч. Это серия Best of 2. Так, играется Joint.MLG Pro League. Азиатский дивизион. Пока есть время между паузами, не забывайте. Подписывайтесь на наш канал на Твиче. Это вообще совершенно бесплатно. И мы с нетерпением этого ждем. Также заходите в группу. Там будут все анонсы. Подписывайтесь на группу. Постоянно в новостях все наши анонсы. Вся графика, все видео. Все, что необходимо. В группе постоянно появляются воды матчей. Ну и на канале YouTube совершенно та же история. Собственно, с YouTube у нас и кочуют видео в группу ВКонтакте. Все. У микрофона друг. Студия Игрокам ТВ. Услышимся через несколько минут. Пока что не переключаемся. Музыка, отдых. И до следующей катки. Субтитры сделал DimaTorzok